Привет, зритель! Месяц апрель, весенний месяц. У меня на апрель сейчас будет три ароматика. Один из них эфраши, глубокая снятость. Один из них русский какой-то, ноу-нэм. И один из них фаберлик. И все они легкие, цветочные. У меня что-то как-то одни духи закончились от Оливера. Спасибо Светочке. Они будут в пустых баночках февраль-март, которые я запишу чуть позже. Одни духи, я думала, закончатся, но они вроде еще живы, и фиг знает. Может, я их сегодня даю, ну, в смысле, в ближайшие дни даю, а может быть, я буду юзать не их. И так как у нас еще 28 марта, и это все неизвестно, потому что эти духи, допустим, вот сейчас покажу, тут совсем чуть-чуть осталось, но все же осталось. У меня очень уже второй год, я все думаю, что я их доделаю. Или сколько они у меня, уже больше, чем второй год. Но они как-то вот стоят-стоят, иногда попустила и ушло. Так вот, вот это моноаромат, тут у меня было два моноаромата, и один такой, цветочный сильно. Это моноаромат сирень, какая-то русская фирма, но он им не знает вообще, как звать. Мне их когда-то подарила одна знакомая. Так, вот это у меня когда-то давно покупала и фраше, глубокая снятость. Утро в саду цветок розы, моноаромат. Роза, которая пахнет вот так, знаете, бывает черный чай с розой, или пуэр с розой. У меня когда-то давно был пуэр с розой. Вот такой россыпью, там была такая, лепесточки розы. Вот такая как бы чайная роза, вот бывает роза такая, как-то пахнет фиг знает как. И все восторгаются, что такая вкусная роза, она пахнет хрен знает как. А бывают розы, вот эссенциальное масло, такая эссенциальная роза. Такие розочки бывают маленькие, розовые, дикие такие. У одной знакомой, которая мне дарила вот эту сирень, в саду они росли. Очень классные такие. Бывают дикие просто розочки. Вот у нас в деревне в прошлом году на кустике в одном месте внезапно выросли. Приличное количество розочек. Их когда засушишь, они все равно, вот ты завариваешь, вот прям роза-роза. Когда снимаешь, и они сохнут, прям благоухают все везде розами. И у нас даже у палисадника есть розочка в деревне. И в прошлом году что-то три аж бутона было, но я их проворонила. А есть такая роза, которая как бы моноаромат розы. Она нечто среднее между непонятной розой, от которой все тащатся. Практически все, но большинство тащатся. Эссенциальная роза. И вот такая вот средненькая роза. Вот этот моно-розовый аромат как раз вот здесь. И он у меня будет пользоваться в апреле. А еще у меня вот то, что было в самом начале видео, это Каори Юджу Фаберлик. Оно пахнет для меня то дюшесом, то какой-то вербеной, похожая на снятости кеньская вода от Ифраше. То чем-то еще. Когда вот я первый раз их понюхала, когда мне их отдали. Моя уже бывшая подружка, скажем так, да. Мне сегодня одна подружка, одна знакомая написала, вот они бы нашли вообще этот. Короче говоря, это моя уже бывшая подружка мне вот это отдала. Я тогда открыла, думаю, блин, какая-то фигня вообще. Как стиральный порошок, как не пойми, что вот чисто воду ароматизировать в квартире. И я его использовала тогда чисто вот, ну, попрыскать, чтобы более-менее приятно пахло. А потом я что-то ими так прониклась, и они иногда на холоде раскрывались унисексовым моим любимым ароматом, схожим с Рис Нуар, потом вот этот Нежная любовь Парижа, гель для душа у Эйвана есть. Вот такой вот, как-то он так интересно раскрывается, что я его стала юзать. Он у меня, по-моему, в марте был заявлен на парфюм, ну, в смысле, в феврале был заявлен на парфюм, в марте вот как раз вот сейчас юзается. И я решила, что пусть он юзается и в апреле. Единственный минус, он у меня стоит в косметичке сейчас. Ой, я так и не записала тот АСМР с косметичкой, который хотела уже месяца два назад. И когда что-то берёшь, если задеваешь за крышечку, крышечка отваливается. Если берёшь за крышечку, крышечка в руке, а духи как стояли, так и стоят. Это, по-моему, такой конкретный минус у Фаберлика, у всех его духов. Ну, вот я помню, мне очень нравился Каори Юдзу. Каори просто без Юдзу от Фаберлик. И он был какой-то похожий на цветок вишни, такой вот цветочный аромат. А Каори Юдзу более такой вот яркий аромат, не знаю как. Ну, тоже как бы цветочный, но более такой к грушек какой-то относится. Или даже к зелёному чаю. Что-то такое свежее, весеннее, лёгкое, на какую-нибудь хорошую жару. Ну, вот я его зимой юзала, весной юзаю. И он у меня будет на апрель. Вот такой небольшой обзор парфюмочек. У меня что-то как-то... Когда я пытаюсь угодить некоторым зрительницам, которые любят большой, длинный обзор парфюмов, чтобы на месяц там чуть ли не 20 ароматов было. Или на 14 ароматов, чтобы там, значит, раз в два дня одним только пользоваться. Ну, как бы две недели. Две недели, 14 ароматов или ещё сколько-то. Я в итоге использую 2-3 аромата только. А поэтому я как-то стараюсь выбирать самые 3 максимум. И какие-то из них я даже пользую чисто из этой троицы только одни. Они заканчиваются, а вот начинаю пользоваться какими-то другими. Поэтому у меня сейчас маленькие какие-то обзорчики выходят. Ну уж, какие есть. Если хотите поддержать мой канал, вот здесь вот будет облачко. Если ждёте АСМР и никак не дождётесь какой-то нужной, но при этом хотите поддержать мой канал 200 рублей в месяц на Бусти, то вот здесь будет облачко. Если чем-то из этого пользуетесь или пользуетесь чем-то другим обычно в апреле, то знайте знать в комменты. Я почитаю с удовольствием. Поставлю вам сердечко. Может быть, сначала поставлю сердечко, а потом отвечу в комментарии, потому что не всегда бывает время. Ну и всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Не Somehow!